Всем привет! 11 июля 2019 года. День прошел в работе, ничего интересного нет, поэтому в своем блоге 365 я решил рассказать что-нибудь такое интересное. И сегодня это интересное будет тема My Little Pony. Как это не смешно, звучит от меня, от здорового дядьки. Милая пони. Вы знаете, да, есть такой мультфильм, Милая пони или Милые пони. Наверное, точно боюсь ошибиться. И дочка моя, Даниэлька, любит очень этих поняшек. Мы даже и День рождения делали в стиле поняшек. Мультики и герои мультфильмов приходят в ее жизнь по мере роста. Там уже и свинка Пеппа, пройденный там давным-давно, несколько лет назад, и щенячий патруль как-то пришел и ушел. Не знаю, вернется или нет. А Милая пони как-то вот они застряли в ее жизни. И уже так года, наверное, два-два с половиной точно, если не больше. Она от них не отрекается. И я ей как-то скачал на iPad игру. Называется My Pocket Ponies. Да, не, не My, а просто Pocket Ponies. Покет это, по-моему, карман, да? Типа карманные пони. Сейчас я вам покажу, как это выглядит. Это пропустить. То есть у них есть такая школа дружбы. Это сумеречная искорка и главный персонаж. И чемпионат по мини-пони. Строится это, по сути дела, обычная стрелялка. Когда надо убивать этих монстров, вампиров. И собирать вот таких вот разных поняшек, которые дают либо за деньги, как в любой компьютерной игре. Либо дают за определенные достижения, за монеты, за там кристаллы, которые ты собираешь в этой игре. И, короче говоря, мы вообще в этой игре ничего абсолютно не купили. Ни копейки не потратили. Хотя игра настойчиво это предлагает. И стали чемпионами по мини-пони. Да. В чем суть, да? Что интересного? Вот смотрите. Мы терпеливо получали подарки. Каждые 4 часа игра дает подарки. Но не всегда удается каждые 4 часа получать. Но там пару раз в день получаем. Вот здесь у меня осталось, смотрите, 14 минут 57 секунд до получения нового подарка. Когда нажимаешь, выскакивает вот такая штучка. И мой следующий подарок, я уже вон 4 получил, это будет коробка. Коробка с обычными поняшками. То есть там может оказаться поняшка, если у меня такая есть, то я получу за нее просто деньги. Смысл еще в том, что, короче говоря, надо собрать всех вот эту коллекцию из этих поняшек. Дети, конечно, ведутся, разводятся, просят купи-купи. Но я Данилюшке объяснил, что купить это будет слишком просто. Купил, а забыл. Поэтому, говорю, нужна стратегия. Начал ее обучать, как думать. Там накопил 10 кристаллов, сразу запустил их на какую-то самую дешевую поняшку. А надо брать самых дорогих, самых прокачанных, на них копить. Потому что именно они ведут в игре к успеху. И так оно и оказалось. Мы постепенно прошли все уровни. И я уже даже написал письмо в службу поддержки. Вообще, что за ерунда? Мы тут всех разгромили, стали чемпионами по мини-пони. А вы нас не хотите двигать на следующий уровень. Откройте нам четвертый дом. Мы уже три замка прошли, хотим попасть в четвертый. Вот меня сегодня успокоили. Написали, что да-да-да, скоро все будет. Это первый дом, с которым мы расправились. Это второй замок. И третий. А вот она фигня. Уже скоро. И это скоро уже длится два месяца. И они ничего не делают. Безобразие. Вот сколько у нас сейчас? 187 кристаллов. Коплю. Следующий приезд, чтобы было 100. Чтоб дочка могла купить поняшку. Я вообще, честно говоря, не фанат в эту игру играть. Но дочка так радуется, что бывает. Я иногда, не каждый день, но слежу за тем, чтобы получать исправно подарки. Потом приезжаю в Бекасово к ней на дачу, где она сейчас там отдыхает. Даю ей айпед. И она гордо нажимает там купить за 100 кристаллов самую дорогую лошадку. И искренне радуется, что у нее новое приобретение. Начинает всем хвастаться. Видите, чтобы купить 300 кристаллов, надо отдать 700 рублей. А вот они, загадочные коробки. За 100 этих кристаллов можно купить любую из этих поняшек. Можно за 60 купить редкую коробку. А это легендарная загадочная коробка. Ну и самая дешевая, это вот... А, нет, не самая дешевая. Редкая загадочная коробка за 30 и за 10. Обычная загадочная коробка. И вон наборы с самоцветами. Вот 400 самоцветов, смотрите, полторы тысячи стоит. Обалдеть, да? И, и, и... Что у нас тут есть? А это как раз наши достижения. То, что мы уже приобрели. Заработали в игре, не потратив ни одного рубля на все на это. Кварцы магии, друзья империи. Вот такие поняшки. Крутышки. И еще даже есть какие-то темные лошадки, что у нас не куплено. Здесь мы вам всех собрали. Вон еще две темные лошадки. Зимняя коллекция. Так что... Я надеюсь, нам скоро откроется дальше игра. Вот так вот и живем. Но самое смешное, я заметил за собой несколько раз. Я сижу на каких-то деловых встречах. Вот недавно как раз был. У меня в блоге, наверное, видели в Москва-Сити. Сидишь такой важный, серьезный дядя на переговорах. Уже все, что можно, говорили. Начинают по десятому разу говорить. Общаться там, например, либо с организаторами, либо уже между собой. Ты уже сидишь, беседя, вроде как не участвуешь. И ненавязчиво так бы вах. На iPad заходишь в милую пони. И получаешь там очередной подарок. Время которого подошло. Это вообще смешно, конечно, угарно. Так со стороны на это посмотреть. И недавно, я помню, попал в этот магазин кораблик или в детский мир. Стою, смотрю, так медленно. Для Даниленка ничего интересного. И вдруг какая-то женщина стоит. И с мужем, что ли, или не знаю, с кем, с другом. Схватившись за голову. Господи, вообще, как понять, кто из них главный? Вот, я вроде взяла эту искорку. И держит в руках Rainbow Dash. Ну, не факт, что вы знаете, кто такая искорка, кто такая Rainbow Dash. В общем, короче, это поняшки-герои. Она говорит, все, вроде нашли искорку, идем на кассу. Я такой им говорю, стоп. Это не искорка. Они на меня так смотрят. Удивленно. Говорят, а вы что в теме? Вы в них разбираетесь? Я говорю, да, конечно, вы взяли Rainbow Dash. Сумеречная искорка. Она фиолетовая. Она совсем вообще другая. Она у них за всех отвечает. Она у них самая главная в школе этих пони. И, короче, качнула, кто такая искорка, кто такая Fluttershy, кто такая Rarity Applejack и даже Дракончик Spike. В общем, люди от меня обалдели. Но зато я им подсказал, как выглядит искорка, и они купили настоящую искорку. Я надеюсь, что ребенок был счастлив. Я думаю, что эта тема, она актуальна для всех родителей, для пап-мам. Наверное, начиная от возраста 3+. Я надеюсь, что среди моих подписчиков точно нет тех, кто увлекается этими поняшками и милыми. Тем более этой игрой. Но, возможно, кому-то это видео будет даже полезным. А у меня, я смотрю, время получать новый подарочек. И мы его сейчас получим вместе с вами. Итак, тадам! Мы видим вот такую штуку. Нажимаем и получить. Это будет обычная поняшка, ничего выдающегося, загадочная коробка. Я на нее нажимаю. Тут ставится галочка. И что теперь? Следующий приз будет. Три кристалла через 4 часа. И появляется коробка. Данилюшка любит по ней пальцам вот так тук-тук-тук-тук-тук делать. И это торекс. Обычный. Ну, естественно, у нас такой уже есть. Похоже, есть этот мини-пони играет. Пишет, конечно, есть. Тем более, что это обычный. Если по нему кликнуть, что произойдет? Денюшки полетели нам. 3000 монет. И 6 кристаллов. И я уже, смотрите, накопил. Накопил, накопил. 93 кристалла. У меня осталось 7 кристаллов. И Данилюшка придет в магазин. Точнее сказать, я к ней привезу айпэд. Приедут к ней мама, папа, айпэд, как она говорит. И ее ждет легендарная загадочная коробка, где она сможет купить самую дорогую поняшку. Вот такой у меня заработок в интернете без вложений, как сейчас модно говорить. Таким вот был для меня этот день. 11 июля 2019 года. До завтра. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok